Гибрид ревизия 2.0 4 Ом на 120 Ватт и 8 Ом на 75 Ватт Подается напряжение 42 Вольта минус 42 Вольта максимально 50 Вольт максимально 50 Вольт то есть холостой ход, если он без нагрузки холостой ход, то вот этот трансформатор лучше на 50 Вольт, плюс-минус 50 Вольт когда он сильно подсаживает на 4 Ом то получится на 42 Вольта это в принципе нормальный режим трансформатора, вот такие, вот такого вида но если возьмете импульсный вот такого, с... который имеет стабилизацию, то лучше 42 Вольта, я так думаю, потому что она 5 Вольта, это сильно горячие транзитры у меня даже такого радиатора нет, чтобы остывать вот эти транзитры, почему назвали гибрид потому что здесь стоит полевой и биполярный, полевой видите, как он тоже участвует в образовании выходного сигнала у него есть выход на прямую, и вот этот биполярный, самый мощный который наименьшее омитерное сопротивление он еще больше току выдает, даже если вот это убрается всем, то будет как полевой усилитель, а вот здесь еще добавили биполярный, получается и полевой, и биполярный участвуют вместе в этой схеме гибридов есть преимущество в том, по сравнению с Холтоном если у Холтона все эти были полевые много-много паровозиками стояли на больших мощностях там сколько громкостей, чтобы оно орало а когда вот тихо громкости то у этого преимущество есть, потому что у этого полевики формируют на малых мощностях а он работает как в классе А, маленькие плитуды как в классе А работают и биполярный, на который большие токи если нужно наваливать мощность или на выход сразу будет Ух! У Холтона много-много полевиков то у них получается карта огромной емкости они суммируются все эти емкости и вот это усилительное напряжение уже труднее всего раскачивать эти емкости а у этого гибрида всего один полевик и один биполяр О! Что здесь еще интересно то, что здесь обратная связь участвует 33 на 1 килоом 1 на дифференциальный каскад казалось бы, что если двухполярное питание то можно было сразу на землю посадить но тут вопрос, какая земля входной сигналы тут видите, как участвует несколько земли либо корпус шасси метрический либо вот это значок вот типа вот этот значок она цветет вот этому значку выходим колонки а малосигнальной цепи вот эта земля она соединена 10 Ом и они тут реализовали чередовое диода и неполярное 4,7 мегафарад это еще конденсатор пленочка Кошак тебе нравится, когда пленочка и соединили его с виртуальной землей если эту перемычку прицепить то уже можно подобрать на меньшие искажения интермоделяционные или гармонические искажения по графику это будет лучше видно сколько я помню, все ТТАшки какие там были из-за этих проблем возникает много гармоники тут есть выбор а, ну да, я еще забыл сказать вот это если можно отключить просто на землю посадить то получится что здесь 0,1 В на выходе чтобы 0,1 В не было они сделали вот так вот вот этот дифференциальный каскад он имеет в одном корпусе при одинаковой температуре у них одинаковое усиление и вот тут еще справочник сколько напряжения должно быть всякого всего и тут выход с верхней точки выход на вот этот транзитер а вот этот дифференциал идет выход вот к этому транзитеру вот этот транзитер идет на регулятор тока покоя ночью вот так вот по часовой тарелке холодный транзитер если против часовой регулировать то будет горячий и дальше сюда туда и вот потом полевые и потом пепеляры ну еще последнее пожалуй надо отметить что действует 100 мА на эмиттерном резидентре 0,22 Ом по мультиметрам можно проверить 22 мВт это вот на этих щупальцах пойди в этот транзитер она тоже присыпается на радиатор чтобы эти транзитеры они синхронно с этой температурой шла пока я спал ты все это проверила да там какая-то термоусадочная трубка слюда слюда есть SMD ой как много это все сложно это так буги платка маленькая довольно маленькая аааа это тут много чего надо поедать нитику мьюз да так это транзитеры а вот это ой страшно все это потому что нам нужен вот этот он двигается да это тебе так кажется пить надо было меньше все ну блин кошак даже бежал она знает что кошаку за три урока пайки для сталкера ммм мужики знают как соблазнять кошаков что-то она кошака уже вообще никак не действует она что-то такая и вот тут нам еще понадобится от Дмитрия полезные пинцеты видите тут есть даже угловые почти семь с половиной а вот так всего шесть ну хер знает чтобы вы примерно представляли какие-то реальные смдшки вон видите как это я смогу паять а вот это как в общем для самых маленьких детей без этого вот никак теперь надо порезать дырочку вот это порезать чик чтобы вот это не соединялось вот с этим транзистором чик а чтобы выбрать да какой же выбрать а угу это для гинеколога слесари это для сантехника это для водителей это вот для пешеходов это для туристов в общем все обзорчики советуют вот жилет жилет вот это но я сталкера возьму спутник но мне больше нравится я видя более острый ул о май гад видишь как она кричала а как вот этот орал потому что я вот этим 100 ом r8 r9 47 килоом r10 7 и 5 килоом r3 видно что колхоз 33 килоома 33 килоома ну вот все резидторы закончились теперь я перешел на tabletron 3d будет еще я значит такой вот диод где же этот диод куда он пропал я вот расположил его тут нету оказалось что она будет она где видите она не нажимается никак а вот это не нажимается сейчас найдем его ну блин вот она первая вот она же иди ко мне иди к папочке иди к папочке иди к папочке иди вот она моя маленькая сучка стабилитроны запаял диоды запаял видите вот это видите вот это микроскопический резистор что-то я уже закрепил запаять надо таки немножко помакать любишь помогать да вот так вот помогать сюда сталкер это делает особенно тщательно нужно для того чтобы на двух сторон был припой и снизу и сверху прекрасное сочетание мать возьмем температуру до до 36 амбер ты видишь припой да тебе нравится как я это тебе показываю да видно да а вот видно я ни один блогер не покажет такую более подробную о том как это макать на самом деле тут все такое микроскопическое у меня жало про такой то толстый нравится хотя жало тонкое просто слишком близко все и неудобно мне это держать но я маленьких шлюпков специально показываю самое такое такое 18 плюс ты видишь это да ой ты видишь это да это все потому что здесь 360 градусов я думаю что этой штучки очень понравилось как и же поджарил я думаю что она не в обиде тебя нравится как я макаю макать Ну что ж, получила вот такая вот срань Господня, она сделана от души, сделана чисто по-сталкеровски, а все почему? Потому что кошека нету, вот осталось только вот это конденсаторы и все, все-таки мне нравится, да, как я макаю. О, 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 ну вот так вот, так, вот так, вот так, надо жёстче быть, жёстко, надеюсь, оно не пойдёт, о боже, следы изнасилований, ставим отсюда, о, е-е-е, как там говорили, надо быть жёстким, и в то же время быть мягким конденсаторы 470 на 50 вольт ничекон это плюс это минус и это минус это плюс или вот это плюс это минус так не знаю как у вас там в африке но у меня минус должно быть внизу так просовываем нежную так смотрим здесь прекрасно на 5 болтается она не болтается и там комментарии пишут и там много всего пишут что там сразу понятно что там люди прямо получают удовольствие огромное эстетическое удовольствие всякие вот я потом тоже решил показать как я делаю это на моем канале мне там напишут куча комментарии что я там и что-то там кончил куда-то там мне непонятно и какая-то маленькая спля но я думаю ты потом вытерешь теперь оттуда помазюкать вот я хочу вот так поставить все это почерк сталкера я думаю что вы понимаете что значит датчик профессиональное оборудование обезьяне так что я вам советую не повторяйте то что я делаю это дома то есть слишком много психического непоправимого ущерба после того как ты это займешься вот эти особенно вот транзитеры ты уже перестанешь быть детским ты сразу станешь во взрослой жизни ремонтником сотовых телефонов айфонов и айпадов всяких там блондинок так что не повторяй моих ошибок иначе тюрьба я буду незавидно я все время шаработная бабу станешь раба-рабом какая прелесть какая изумительность какое высокое искусство какая восхитительность какая технология мочу у меня такого не было раньше вот эта мазь я много там замуслюкал и она нихрена по мне отмывается и потом вот это галошей замуслюкал и такая вот тонкая слой маслюка жиры как у твоём ботинки и это кисточка я потом ни хрена никак не смог отмыть я решил потом всякие смылом еще помыть смылом ну и она сразу сразу так заплестела там где я обрезал дорожку теперь добавил проводок это потому что и там обрезано от земли вот этот транзитер добавили проводочками вот до этого он как раз участвует как местная обратная связь так осталось только cpa транзитера как уже заколебался так как-то вот так вот запихнуть о работают следующие да вот запихнуть это как как конструктор лего вообще легко это вот сюда вот вообще легкая каждый ребенок сможет это сделать ну и потом еще вот это вот куда-то вот сюда вот вообще легко вот видите это видно что это неподходящее да да вот так вот можно так каждый шлюпок сможет и повторить вот 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 ну вот это какой-то лишний остался всяко бывает у разработчиков какие-то лишние остаются все stalker сделал а то только запаять каша ну разве тебе не интересно каша сказал что надо вот так хер над я не вижу разницы что было до этого что было сейчас как я сказать скучился по по маслюканам технологиям мне нравится это будь бы будь бы чтобы мне чем полотили за это деньги теперь я не знаю почему каша сказал что вот это надо ну давай этот этот у меня должен какой-то свой собственность фирменный стиль паяльщика ни один профессионал не сможет паять как я у меня вишка получается сексуально такого тебя не получится только у stalker а сегодня повторимый стиль вещь как я страдаю всего лишь надо надо одним транзистором зато я как душевно каждый индивидуальный подход к транзистору если бы вот это умел говорить он бы сказал что и ломай меня полностью вот это четко что здесь не хватает вот так вот так его как говорится за хорошо закрепленная транзистор ласки не нуждается сижу я на что такое появу появить думаю почему такой легкий легкий а это такой тяжелый легкий а все почему и сразу понятно что тут покупаем воздух китайский воздух типа рады тебе понравилось да цвета сразу видно что в доме есть кошак причем не просто кошак а баба и так как я вон там видите нахлобучил через следу и термопаста термопаста китайская маленьчина видите немножко я подрезал все всех подрезаны потому что если не подрезать то у них там слишком широко друг друга нарезают и получается как два этажа самый волнительный момент такое чувство что то я забыл ладно включаем сейчас я запускаюсь в то есть а вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть видно, что я даже не крутил А сама, видите, повышает уже Видите, уменьшается Вот так было максимально Класс B почти А так, видите, уменьшается Вот так вот Почти как операционную сети Потрясающе Ну что, товарищи, мне нравится вот это Теперь я доведу до криппинга Вот, получается где-то 16 вольт Совсем мало Вот эти вот длинные такие палки Это и сама ямушка Где-то что-то ловит у меня в воздухе. Так, теперь давайте снова выключим звук. 53. Это то, что в точке эмиттерного резистора. 47 мВ. Оно должно упасть до 22. Ну вот, теперь снова упало. Ну что я вам скажу. Ну, потрясающе, я думаю. Это условие, видите, я тут все перемычки убрал вон там. Ну, а галактическая земля, как виртуальная земля, 10 Ом. На низких. Немного растут вот это искажение. С ростом высоких частот, то растут искажение. Значит, на высоких частотах просто меньше коэффициентное уделение. А на средних частотах просто потрясающе. Я не знаю, как вот если вот все это потом дело собрать в одном корпусе. И как-то они там друг друга будут бить морду. Вот это вот. Уйдите с этим, и с этим. Ну, токовая там петля какая-то пойдет. Ну вот, теперь АЧХ. Почти ровно. Одна клетка, один децибел. И заваливает примерно так, как вот эта сама ямушка. Сколько у нее на выходе, так она и на заваливает. То есть, это почти, практически до там 100 кГц напрямую идет. От самых низких частот, тоже как ямушка, и до самых высоких частот. До 100 кГц работает идеально. Здесь, видите, много синусоидов. Где-то басы средний-высокий. Это 1 кГц. Сейчас будем смотреть на шумовую полку, которая будет поднимать вместе с ними. Я повышаю. Я повышаю. Еще. Вот уже видно, что шумовая полка за ней пошла вверх. Это уже клипирование. И вот, давайте почитаем, какой у нее диапазон. Одна клетка, 20 децибел. 0, 20, 40, 60, 80 и 100. Где-то 90 децибел, полезный сигнал. И помните, на высоких частотах, когда я прогонял, тут было много гармоники поднимались. Вот она, собственно, вот так вот немножко приподнимает. Вот тут почти уже 110 децибел. На низке совсем хорошо. Трансформатор фонит 50 Гц, там 150 Гц. Ну, в общем, вообще классно получилось. На 4 Ома. Это пока всего одна платка. Блин, я сколько помню. То есть шумы, шумы, шумы какие-то лезут. Хотя бы 70 децибел, это было бы хорошо. А тут аж 90, а тут аж 110. Ну что, давайте подведем итоги. Не знаю, как будет в корпусе все, но вот сейчас вот просто идеально работает. На 4 Ома мало искажений, особенно эта вторая гармоника, всегда обычно высокая, потом меньше, 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 меньше. У этого все сразу маленькое, и все такие маленькие, 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 маленькие. Мне даже показалось, что это как будто операционный усидитель, но очень мощный. Потому что я всегда прямо радовался, насколько все классно делают Дип-8, такие маленькие операционные. Вот эти вот искажения. Совсем маленькие уровни. А вот какие-то огромные усидители, и всегда какие-то огромные гармоники. Вот видите, до сих пор 21 милливольт на амитерном. Но я так понял, что резко не надо повернуть. Потому что она сразу там повышает, повышает, потом по инерции. Комната холодная, но горячая, очень горячая. Наверное, нет смысла уже нагонять ещё больше. Можно сидеть там, 100 ватт проверять, но это же нет смысла, потому что первые 50 ватт, если уже видно, что гармоники очень маленькие, они лучше, чем многие другие усилители, которые я там пробовал. Уже понятно, что на 100 ватт уже в условиях комнаты, в которых мы слушаем музыку, то вот это вот 50 ватт, там 10 ватт, 5 ватт, это более важно, чем на 100 ватт. Поэтому я считаю, что это просто хорошо получилось, если даже на первые 50 ватт. Не стоит, наверное, уже нагнять 100 ватт, потому что эти вот не закреплены, они через термопарту, их как-то вот можно даже прижимать ещё, а это всё же горячее. Так что я думал, что на этом пока хватит. Но эти пермычки нужно потыкать тогда, когда уже собрано в корпусе. Субтитры сделал DimaTorzok